Добрый день! На библейский портал Ксгет поступил вопрос. Надо ли проявлять веру публично или верить в душе? Недавно в одной публикации видел негра, у которого на майке написано было «Мы русские, с нами Бог». Если вот это считать публичным исповеданием веры, значит, лучше в душе. Потому что нужно жить так, чтобы это было видно, а не говорить всем, что ты христианин, на спине написать я христианин, на лбу написать я христианин, здесь наколки крестов нарисовать, купола себе нарисовать на спине, на груди, больше, чем на храме Христа Спасителя. И вот так вот жить. Я думаю, что жить по вере, оно и получится-то публично, потому что всё равно не получится так, как у всех. Всегда будет что-то не просто поперёк, а что-то не так, как у всех. А почему он так делает? А потому что он христианин. А почему он сегодня не ест мясо? Ну, потому что сегодня пятница. А почему-то, ну, помню, что в бригаде у нас был человек, который просто не в пятницу, а в среду, мы тогда далеко были ещё от этого, но тот в среду, в пятницу не ел мяса. И его там за глаза баптистом называли, ещё как-то. Но он всё равно не демонстрировал это. Ну, просто этого вот брал из тарелочки, отдавал своё мясо там соседям. И этим самым все знали, что он всё-таки христианин. По жизни христианина можно понять, что он делает какое-то религиозное действие. Или вопрос, а почему он даматерица? А потому что он в храм ходит, ему нельзя. Да, он ограниченный человек. А почему он ограниченный? Не потому что он не умеет этого делать. Он просто знает, что сатарив этот поступок, он пойдёт наперекор Богу. Он оскорбит Богородицу. Или, совершив какой-то грех, он сделает что-то противное природе своей собственной и указанием Бога, который он вычитал в книге. Поэтому жить по вере — это всё равно будет демонстрацией. И для этого не нужно иметь рупор, и для этого не нужно иметь какое-то скандальное состояние, которое разрушит ваши социальные связи между вашими родственниками. Просто нужно жить. И тогда всё будет ясно. А верить в душе? Ну, а как жить, будучи христианином, и в душе не верить? Это что такое? Какая-то шизофрения какая-то. Если я внешне верю, в душе не верю, или в душе верю, внешне не верю. Какое-то раздвоение личности, что ли? Внутреннее и внешнее должно соответствовать тому, что мы декларируем вокруг себя. Помоги Господи. Аминь. 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 Продолжение следует...